Кость, всё, я начала? Да, понял. Всем привет, всем здравствуйте! Сегодня с вами Катя Машниченко. Сегодня у нас прямой эфир. Мы будем работать сегодня. From Down to Dusk. Это коллекция сочная. Сейчас я вам её вот так вот покажу. Очень яркая. Часть оттенков тёплые. Потому что вы знаете, что у нас вышла коллекция в январе. Она пастельная, розовая. Коллекция февраля. Это прям вот пастельная. Коллекция Лавленис. Нюдовая. То коллекция From Down to Dusk. Это четвёртая коллекция. Даже пятая, потому что я ещё капсулу не беру. Она сочная, яркая. И сегодня я хотела к этой коллекции присоединить две краски. Чёрный тюльпан и альпийский снег. И сегодня рассказать вам про эти две краски. Почему они такие популярные. Почему они пользуются такой популярностью у мастеров. И что именно этими красками нужно делать. Вот. И будем на основе абстракции всё это работать сегодня. Я приготовила два вот таких варианта. Смотрите. Как раз у нас чуть-чуть стемпинга. Роспись. Так. From Down to Dusk. Очень классная коллекция. Сейчас я её вот так вот сначала сложу. Цвета восхитительные. Просто восхитительные. Как всегда классная коробочка, которая превращается в подставочку. Первые два цвета мы с вами возьмём. Это зелёненький и бежевый. Зелёненький моя любовь. Просто. Не устаю повторять, что зелёный уже третий год. Это тренд. И вот насколько многие мастера поначалу не принимали зелёные цвета как тренд для маникюра. Что тут как бы тренд для одежды. Для обуви, для сумок. А вот для маникюра это слишком. Что клиенты таким покрывать не будут. На самом деле, ещё как покрывают. И смотрите, вот уже который год тренд не сбавляет обороты. Просто видоизменяется по тону зелёных цветов. Но он пользуется популярностью. Вот в этом сезоне у нас зелёный он цвет такой молодой листвы. Вот когда листочки только-только начинают распускаться, они такие маслянистые. Кость, ну что ты рыдаешь? Я сейчас закончу эфир весь, и я тебе покажу, как цифру 2 рисовать. Хорошо? Ну иди сюда, я тебе покажу быстренько. Пока у меня типс сохнет, иди сюда. Так, делаем быстрый градиент. Для градиента я обычно беру влажные салфетки. Мне вот так очень удобно. Раз, расплюсь. Сейчас заёшь. Одну секундочку. Я вот смотри, девочкам типсик покажу. Вот так. Когда такая абстракция, конечно, здесь в два слоя нет смысла делать градиент. Поэтому можно оставить один слой. Я сделаю два всё-таки. Цифра 2. Посмотри. Вспомнил? Это цифра 2. А, а я думала, что вот так вот, наверху. Держи. Так, первый слой. Теперь делаем второй слой. Второй слой. Очень, кстати, красиво этот цвет смотрится под матовым цветом. Кто, кстати, уже приобрёл эту коллекцию, какие цвета у вас фавориты в этой коллекции? Поделитесь. Интересно, какие цвета. Сейчас я вам палитру покажу. Давайте сначала палитру покажу, потому что, возможно, на память не помните номера. А ну, скажите, какие цвета больше всего понравились? А что карандаш не рисуется? Ты очень светлый карандаш взял, зайчик. Да я ещё красный. Это же карандаши. Возьми фломастер. Они будут расплавляться и будут копать дырку. Ну, ты правда. Фломастеры они такие. Я постоянно это приходила. Возьми тогда ручку. Так, здесь всё сделали. И здесь, в этом варианте, я хочу добавить смотрите, фольгу. Кто скучал по технике? Так, 403, 404, да, 408, 406. Ну, скажите, что все цвета очень хорошие и вот прям такая база. База из таких насыщенных цветов. Это для любителей красных оттенков. есть так, у меня сел телефон. Телефон. Упс, нет. Так, что ж такое? Вечно мне на контакте садится телефон. номер 2. Мам, а какой стороны рисовать номер 2? Вон ли где внизу палочка? Да. девчонки, у кого зависло, просто перезарядите. еще и зарядка у меня кончелыжная. Ладно. сегодня не мой день. Мам, ты кому звонишь? А? Так, ладно. Что дальше? Стемпинг. Стемпинг. Беру пластину граффити из последней коллекции весна-лето. Беру черный лак. Посмотрите потом вязать. Ура! Получилось! Так, черный лак. Нам буквально кусочек нужно стемпинга добавить. чуть-чуть добавили. Теперь берем топ-слайдер. Раз. Берем базу эмилак. Берем базу эмилак и берем белый лотос 001. Так, для чего белый лотос? Смотрите, белый лотос выкладываем на палитру, выкладываем базу на палитру. Это нам для абстракции просто дополнительные элементы хочется мне добавить. Смешиваем базу с белым гель-лаком, чтобы получился такой молочный колер. И теперь на весь наготов наношу топ-слайдер. Наношу топ-слайдер. И по мокрому топ-слайдеру делаем разводы. все добавили. И теперь нам есть что обводить. В абстракции интересно что? было что-то интересное, поверх чего мы будем с вами делать прорисовку. когда прорисовывать это очень интересно делать. Поэтому прорисовка у нас пойдет как раз по границе этих разводов. макрому я правильно 5 5 крутая цифра 5 у тебя да похоже на какую-то обруху. нет на пятерку похоже. просушили. Теперь берете любой топ с липкостью без липкости я возьму без липкости например теклас теклас просушу хорошо прям минутки две и теперь как раз мы сейчас поговорим для чего нужна краска черный тюльпан вообще благодаря черному тюльпану в свое время вот марка Эйми она стала такой популярной я стала очень популярна техника золотое литье техника отпечатывания с фольгой это одна из первых технологий которых которую я придумывала еще у меня марки Эйми даже не было и благодаря которой я стала очень популярна как преподаватель потом как владелец школы я тогда начала франшизной школы открывать имени себя Екатерина Мирошниченко и все благодаря фолье и технике литья первая техника литья делалась очень сложно потому что тогда на рынке были цветные гели с жирной диспрессионной пленкой они были полупрозрачные но все равно у меня получалось очень классно выглядело это просто у людей мозг ломался как вообще это вообще все делается вот и когда у меня уже появилась марка эми и первое что я стала делать мне нужно было сделать материал черного цвета потому что изначально я литье делала на коричневый гель тогда я использовала коричневый гель вот потом когда марку эми стали разрабатывать я решила что коричневый нет будем делать черный вот мы сделали черный это была на тот момент не наша лаборатория это было было контрактное производство но под меня под контракт я оплачивала этот контракт дополнительно стоимостью для меня делали определенный черный цвет краски который шикарно отпечатывался для фольги там шла определенная основа базис черный тюльпан по формуле он за столько лет не изменился он идеальный для литья это просто идеальная краска для литья также этой краской просто удобно рисовать потому что она очень плотная пигментированная блин где моя кисточка тонкая господи сейчас здесь надо найти кисточку тонкую блин где-то у меня хорошая кисточка лежит я ее не вижу так я зашлифовала обезжирила все и начинаю рисовать не обязательно краску наливать и ложить ее как-то объемно потому что она и так отпечатается будет она у вас плотно будет полупрозрачной это не имеет значения поэтому прям жирно наливать специально для этого не надо все написал 13 и 14 Костя ты великолепен Константин мам вот сколько я букв нарисовала да ты видишь моя умница ты у меня будешь гений это гениально просто я даже не знала что ты так можешь просто гениально гениальный ребенок а после 19 сколько будет 20 после 19 идет 20 я уже знаю если будет 20 будет 21 да да я же говорю что ты гениальный мужчина так нарисовали и что самое главное уходит это время просушки сейчас я сушу одну минуту вот если бы ламба была новая я возможно сушила бы 30 секунд вот но в среднем я всегда сушу одну минуту в лампе эми потому что я чуть-чуть люблю пересушивать так как я умею сильно давить вот если сильно не умеете давить там 30 секунд опять же нужно смотреть на дисперсионную пленку с обратной стороны вот с обратной стороны второй момент после просушки это фольга это то какую выбираете фольгу фольга у нас кстати тоже не изменилась вот сколько лет уже прошло фольга одна и та же продается для литья это серебро и желтое золото это серебро и желтое золото сейчас смотрим как отпечатывать Катя купила гель из зеван скажите почему он отличается амонофаза и на какие ногти он уносит мягкий можно или на небольшую длину так хорошо сейчас чуть попозже отвечу вот единственное что вот на таких подставках не очень удобно отпечатывать конечно сейчас у меня типс будет ходуном ходить резко оторвали и смотрите смотрим видите как хорошо отпечатывается на эту краску фольга опять прижали на несколько секунд зафиксировали и резко оторвали и каждый раз я это делаю чистым местом чистое место передвинули фольгу и оторвали видите неудобно у меня начинает этот тип сходить ходуном сейчас заюш я заканчиваю и я тебе дам воды хорошо принусет надо было это на чем нибудь другом делать опять резко оторвали главное каждый раз делать чистым местом выбирайте чистое место на фольге все смотрите как получается качественно литье если сделать все правильно вот в отличие от того как сейчас втирают пигмент эффект получается хрома то фольга дает эффект металла фольга дает эффект металла все равно пигменты они такого эффекта не дают можно кстати дополнительно подсушить еще в лампе подсушить в лампе запомните что после такого как фольгу отпечатали можно просушить и быстрыми движениями в лампу ни в коем случае нельзя дизайн с фольгой кисточкой топом вот туда сюда долго возюкать потому что фольга начинает лопаться под кисточкой от топа поэтому будьте очень аккуратны так сейчас давайте посмотрим что у нас получилось как это красиво такая у нас уже целая композиция выстраивается да да школа маникюра Эми в Иркутске это наш филиал если да то как связаться с менеджером лучше тогда написать а ну смотрите здесь же комментарии есть менеджер тогда кто ведет контакт ответит вам здесь номер телефона напишет так видно да как хорошо фольга выглядит она выглядит как отдельные металлические элементы как будто это искусственно положили под финиш вот такие отдельные элементы как проверить на своей лампе да чтобы вот фольга точно отпечаталась вы можете взять несколько типс одновременно например время не тратить просто полосочки вот так поперек нарисовать сделать какие-нибудь вот такие вот несложные полоски примитивные просто чисто для теста и сделайте несколько таких типс ой господи и кладем в лампу на 30 секунд отпечатали посмотрели что у нас с обратной стороны хорошо отпечаталась плохо на одну минуту следующий типс положили посушили отпечатали перевернули и смотрим как тут вообще нормально все ок не ок если например видим вот такую картину смотрите видно что линия отпечаталась а вокруг есть небольшая дисперсия это видно поставьте плюсики если это видно смотрите видите вот вокруг дисперсия это говорит о том что не досох черный тюльпан значит время например одна минута не подходит вашей лампе увеличиваем время полторы минуты и так вот каждый следующий типс проверяете в идеале должно быть вот так смотрите видите отпечаталась линия оторвалась а вокруг все чистенько вот если и отпечаталась и вокруг нет дисперсии это говорит о том что это время просушки идеально для вас подходит понятно как тестируем чтобы понять подходит не подходит для вашей лампы какое время хорошо это черный тюльпан ну понятно что черным тюльпаном французский маникюр черный классно рисовать единственное что черный тюльпан важно перекрывать тупом с липкостью потому что это же краска и французский маникюр очень большая плод вообще классная черная краска просто покрытие однотонная делать тоже классно в идеале конечно она для росписи это краска это просто черные линии тоненькие либо подлитье вот можно также втирку втирать на черный тюльпан вот это бестселлер этот бестселлер продается у нас в объеме 5 мл и 10 мл смотрите 10 мл это вот такие большие тюбики стоимость у них 850 рублей вам хватит на очень большой срок лучше конечно покупать черный белый цвет альпийский снег и черный тюльпан именно в тюбиках 10 мл это просто моя рекомендация потому что особенно альпийский снег вот мы сейчас к нему переходим он ну вы его просто пьете на самые большие продажи именно вот этих двух продуктов если мы возьмем французский маникюр с вами французский маникюр для французского маникюра я очень рекомендую брать скошенную кисточку давайте вот такой сделаем 417 цвет полупрозрачно очень тоненько размажем вот видите чем хороша коллекция лавленис вы спокойно три цвета там есть такие молочные с шиммером если тонко-тонко размазать хорошо подходит для французского маникюра как молочко сушим кисточку скошенную когда покупаете особенно первый раз берете самый обычный лак смотрите именно лак не гель-лак прозрачный смачиваете кисть в лаке потом берете очень острые новые ножницы прямые и вот здесь вот этот пушок края вот так прям одним движением так и обрезаете и у вас получается идеальный край вот видите я ее подрезала но ни в коем случае сильно глубоко не подрежьте потому что если вы откроете толщину все это жопа этой кистью будет невозможно ничего делать вот ну я люблю подрезать конечно и давайте посмотрим на плотность совершенно не сравнить с плотностью гель-лака я поэтому не понимаю вот этого щенячьего восторга когда гель-лаком рисуют французский маникюр что может быть лучше чем французский маникюр краской гелевой во-первых толщины нет нет этих утиных носиков которые дает гель-лак рисуем в два тонких слоя у вас идеальный тонкий торец у вас идеальные тонкие бока будут и самое главное смотрите почему я люблю эту кисточку потому что получается очень быстро вы видите именно берите не четверку берите шестерку рабочая поверхность шире за счет этого французский маникюр быстрее вы рисуете для меня например это гораздо быстрее делать чем вырисовывать тонкой кистью скажите кто за такой французский маникюр кто за рисование с кошенной кисточкой кто это стукнул не знаю кто это стукнул маникюр походу на восьмой этаж кто-то тупает вот так тупает смотрите шестерка кскf6 все и второй слой рисуем идеальный тонкий французский маникюр который не дает толщину это комфортно это удобно блин ничего круче нет французского маникюра именно краской гелевой поэтому сегодня я вам решила напомнить об этих двух красках особенно об альпийском снеге в качестве французского маникюра и черного тюльпана в качестве техники литья в качестве техники литья ну понятно что сейчас мы еще и порисуем художественную роспись с вами сделаем давайте возьмем два гель-лака 406 407 сейчас мы сделаем вот такую тоже быструю абстракцию господи в чем-то я тут испачкала альпийским снегом тоже очень удобно просто рисовать краска не скалывается если вы перекрыли финиш с липким слоем чтобы если сделали моделирование толстенькое не тонкие ногти покрыли просто базой а когда сделали нормальное моделирование базой гель-лака когда есть толщина на торце так и вот такой любимый французский маникюр когда мы перекрываем сверху еще одним слоем уже сверху многие клиенты любят именно такой французский маникюр когда видите он не ярко выраженный а вот такой вот снивелированный вы какой больше любите французский маникюр вот такой или вот такой да быстрее получается скошенной кистью бесспорно еще раз смотрите краска может скалываться только в том случае если ногти сделали очень тонкие сейчас я поближе покажу мне конечно нравится вот где мы молочным перекрываем сверху слой делаем смотрите ой аж захотела французский маникюр смотрите как классно так быстренько делаем градиент делаем еще одну абстракцию это еще два цвета из коллекции так я вас спрашивала какие у вас цвета пользуются популярностью или я с инстаграмом путаю что-то я уже не помню вы мне писали какие у вас фавориты этой коллекции не не писали так у меня мне нужна от вас обратная связь по цветам этой коллекции какие цвета у вас пользуются большой популярностью какие ваши фавориты я сейчас положу вот так я очень хочу чтобы вы мне написали какие у вас фавориты какие оттенки пользуются популярностью больше всего я сейчас просто у девчонок в инстаграм спрашивала и настолько у всех разные ответы так интересно и я поняла из этих ответов что вообще на самом деле цвета абсолютно все популярные базовые это то что вот должно быть в базе среди теплых насыщенных оттенков это то чем покрывают всегда разные категории так про изи ван да 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 сейчас сейчас я про изи ван скажу я просто сейчас если начну за изи ван что-нибудь забуду про изи ван я тебе в конце расскажу хорошо так делаем градиент здесь я сейчас точно уже не буду два слоя делать чтобы сэкономить время так сушим обратили внимание что я текласс кстати не наношу сегодня перед стемпингом но вот когда нужен какой-то быстрый вариант стемпинга и когда мне нужен просто кусочек я без фанатизма к этому подхожу в этом случае я прям на дисперсионную пленку отпечатываю берем черный так же лак что можно так делать я уже говорила мои технологи девочки все это делают это я так не очень люблю делать так потом поверх я беру вот так делаю смотрите беру зелененький и какой-нибудь мазочек делаю рисовать мы сейчас будем альпийским снегом и тоненькой кисточкой так нормальную кисть я так и не нашла у меня кисть испорченная а хорошая кисть вот сейчас в инстаграме рисовала и в упор не могу найти где моя кисть ладно мою синтетику возьму так выровняю поверхность хотя можно было бы и не выравнивать поверхность но все равно если нужны прям идеальные чистые линии лучше выровнять поверхность и тогда комфортнее рисовать будет слушаем вот она очень он пастозный вот например какие-то абстрактные линии где нужна белая плотная краска где нужны там не знаю может завитки вот очень удобно рисовать альпийским снегом потому что он в отличие от гель-лака плотный и не растекается потому что гель-лак все равно подтекает чуть-чуть абстракция на чем хороша абстракции самое главное задать подмалевок который вы большим удовольствием начинаете прорисовывать сейчас у нас последний курс по абстракциям вышел молекулярный мир у нас сейчас неделя он будет висеть со скидкой 20 процентов поэтому кто-то любит порисовать потому что да сейчас тренд на роспись он однозначно очень сильно снизился мы как правило рисуем ну прям совсем чуть-чуть дорисовываем вот как сейчас да там буквально чуть-чуть дорисовочек и все и отпустили клиента в молекулярном мире там много все вручную сделано но это очень сильно успокаивает мозг я говорю что для мастеров маникюра самый большой выход из положения успокоения ума и беспокойного мозга да когда мысли эти мешают просто жить это сесть и начать проходить какой-нибудь курс по росписи это будет сравнимо с нейрографикой кто знает что такое нейрографика нейрографика это когда мы садимся и начинаем из тонких больших линий создавать абстрактные переплетения в это время думать о какой-то цели желания это можно делать в течение часа очень сильно успокаивает мысли трансформационно проходит для человека для нас для мастеров маникюра также трансформационно может пройти художественная роспись когда вы не спеша с чувством с удовольствием сидите и просто монотонно рисуете это мелкая моторика очень сильно успокаивает ум в этот момент вы не думаете о прошлом о будущем слушаем вот так кстати выглядит курс молекулярный мир смотрите сколько разных переплетений интересных вот прям очень рекомендую здесь они разные технические прям даже сразу и не видишь как это сделано прям вот очень рекомендую пройти этот курс сейчас будет доступен на Эми онлайн со скидкой 20 процентов поэтому кому хочется для вдохновения прям попробуйте все ну такие вот у нас абстракции сегодня с вами получились при помощи альпийского снега вы поняли да что им очень классно рисовать тонкие линии просто покрывать идеально французский маникюр стоимость кстати стоимость получается 5 грамм баночки стоят 670 10 грамм вот такие большие тюбики стоят 850 850 и лучше конечно брать чтобы это был большой объем десятки лучше тюбики покупать потому что расход очень большой особенно кто постоянно на французском маникюре сидит вот я вам рекомендую не работать гель-лаком потому что ноги я вот прям смотрю что я вижу что это не тот результат французского маникюра который должен быть потому что все фигачат его сейчас гель-лаком гель-лаком толсто получается хотите тонкий французский маникюр который не портит архитектуру ногтей это только краской гелевая это только краской гелевая так скажите пожалуйста чем отличаются гель-лаки для педикюра гель-лаки для педикюра это цветное покрытие которое без остаточной липкости очень сильно пигментировано поэтому позволяет наносить его без базы без топа в один просто тонкий в два тонких слоя например в один нет в два тонких слоя это такие знаете как цветные гель-лаки однофазники которые не требуют базы и не требуют защиты ногти получаются не перегружены толщиной топа и базы потому что сейчас все равно повальная вот эта тема с анихолизисами потому что все равно мы даже летом носим закрытую обувь кроссовки много людей занимаются спортом понимаете это спорт три раза в неделю это ты в кроссовках занимаешься делать классическое покрытие гель-лаком когда идет база цвет и топ не рекомендуется многие мастера педикюра они сейчас бьют тревогу потому что это просто бич есть сейчас даже объявление в салонах красоты когда вешают что гель-лаком зимнее время не покрываем запрещено но к сожалению это и летом многим нельзя делать потому что если человек занимается спортом то он и летом будет закрытой обувью ходить и у них онихолизис они там за одну пробежку она пробежалась 40 минут сделала пробежечку с гель-лаком летом и все будет 6 месяцев выращивать ногти потому что онихолизис страшенна идет опять же это не для всех вот например у меня ногти свои очень тонкие от природы как папиросная бумага понимаете мне например покрыть базу цвет и топ норм у меня все равно они гнутся понимаете вот а у кого свои ногти от природы толстые на ногах они у всех толстые практически таких как я у нас все равно очень маленький процент им идеально вот эти гель-лаки вы просто в два тоненьких слоя наносите просушили и все и отпустили клиента единственное что они очень пигментированные и нужно наносить тонкими слоями не наливать вот это что нужно знать по гель-лакам теперь по этому отвечаю чем изи-ван отличается от монофаза смотрите изи-ван более мягкий монофаз более жесткий изи-ван не рекомендуется все-таки для моделирования вот но если уже очень сильно хочется но очень небольшую длину благодаря своей мягкости это классический гель благодаря своей мягкости он очень хорошо стоит в зоне кутикулы поэтому у кого клиентов как бы гель-лак не подходит а вы делаете им только исключительно классику а у них такие вот ногти на которых постоянно идут отслойки попробуйте изи-ван возможно вам изи-ван понравится даже больше чем монофаз но это мягкий гель катя новые цвета гель-лаков для педитюра будут да будут будут по-моему будут конечно обычный лак отлично держится на ногах например как я с очень тонкой поперосной бумагой у меня нет почему любят клиенты гель-лак на ногах лак сушить надо вы понимаете лак сушить надо поэтому мы сейчас выпустили вот эту маленькую линейку гель-лаков потому что зимой ими можно покрывать в тоненький слой нанесли это не утяжеляет ногти вообще понимаете оно все равно ноготь вот как гнулся вот естественно что под лаком он будет так же гнуться или не гнуться так вот под этим тонким слоем вот этого цветного гель-лака для педитюра что можно использовать именно зимой мы его почему выпускали потому что все равно клиенту объяснить почему лучше на ногах покрывать лаком сложно они не досушивают этот лак все все не могут высушить все девочки я вас всех люблю целую еще раз напомню молекулярный мир сейчас будет со скидкой 20% в Эми онлайн краска альпийский снег и черный тюльпан лучше покупать в 10 миллилитров потому что выгоднее и расход все равно большой вы очень быстро расходуете и очень важный момент еще раз фольга для черного тюльпана чтобы отпечаталась нужна желтое золото и серебро прям запомните желтое золото и серебро все всех люблю всех целую всем пока